Верхневолжье в минувшие выходные отметило вместе со всей страной День Семьи, Любви и Верности. Праздничные мероприятия прошли во всех муниципалитетах, но основное состоялось в Твери, где не только чествовали крепкие супружеские пары, но и расписывали молодоженов. Егор и Виктория Боровиковы запомнят этот день на всю жизнь. Они очень хотели, чтобы их роспись прошла не где-нибудь, а в областном дворце бракосочетания. С организацией помог военкомат, так как Егор участник специальной военной операции. На самом деле это классно, я хотела в целом роспись именно в этом ЗАГСе, а не где-то в другом месте, потому что мы здесь уже были и очень такая праздничная атмосфера, в целом мне очень нравится. В этот же день состоялась церемония бракосочетания руководителя регионального отделения юнормии Виктории Апостоловой и курсанта Академии ВКО Павла Щербака. Приложение руки и сердца молодой человек сделал своей избраннице 9 мая, перед началом парада победы в Твери. На самом деле я уже видела подобное. На Красной площади курсант, точнее, делал предложение юнормейцу. Никогда бы не подумала бы, что мне также сделают предложение на параде в своем родном городе. Но, как оказалось, мечты сбываются. Совместный жизненный путь Виктории и Павла только начинается. Между тем в регионе немало супружеских пар, которые без всякого преувеличения можно назвать семейными долгожителями. Как, например, Лев Павлович и Галина Николаевна Коровицыны. Их браку 30 июля исполнится 65 лет. А впервые они увидели друг друга за 5 лет до свадьбы. Она ждала его из армии. А он, пока возлюбленная, получит второе образование. Про жизнь столько лет сложно. Каждому скажу, очень сложно. Во-первых, нужно терпение большое. Во-вторых, я скажу, труд большой. Ну и ясно, что в основе это, конечно, любовь, любовь, любовь. Это точно. Моя жена – очарование. Судьба – спасибо за жену. Она – небесное создание, как говорили в старину. В этот день в ходе торжественного мероприятия на театральной площади чествовали крепкие супружеские пары, которые не один десяток лет совместно разделяют радости и переживания. Являются надежной опорой друг для друга, растят детей. 51 пара была удостоена общественной награды «Медали за любовь и верность». Как отметил в приветственном адресе глава региона, такие семьи – становый хребет нашей Родины. Такие семьи – это главная опора Верхневожья и всей России. Желаю участникам праздника добра, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, согласие и звучит детский смех. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Рудейко. Среди награжденных Михаил и Ирина Непряевы. Их старшая дочь Наталья известна как олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. А младшая Дарья выиграла первенство мира среди юниоров в этом же виде спорта. Поздравления в формате видеообращения прозвучали от военнослужащих Тверской области, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции. В России отмечается праздник День любви, семьи и верности. И мне выпала честь лично поздравить тебя с этим замечательным днем. Всего в Тверской области в нынешнем году медалями за любовь и верность были награждены 76 семейных пар. Несомненно, что долгие годы они будут образцом для 31 пары, которые расписались в этот день во дворце бракосочетания Верхней Волжья.